Рады приветствовать всех зрителей на нашем канале. Прежде чем начать, я бы хотел сказать, что каждая наша экспедиция уникальна. Некоторые безумно интересные, другие вполне себе пугающие. Но эта экспедиция, она изменила мировоззрение, мироощущение некоторых наших ребят, в том числе и меня. Я бы очень хотел, чтобы вы ощутили то же самое, что и мы. Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Это Меркенские горы Жамбульской области. Даже летом здесь кое-где лежит снег, а облака проходят прямо сквозь наш лагерь. Добраться сюда крайне сложно. Есть только небольшой временной коридор с июня по сентябрь, когда сюда могут попасть по-настоящему подготовленные внедорожники. Почему сюда кочевники приходили? Почему шли на такую высоту, тащили покойников своих, тащили эти камни? Это святилище, например, не находится там в долине, внизу, не находится там еще выше в горах. Именно это место. По каким-то признакам они же его выбрали. В случае, если быстренько захочешь подняться в гору, очень тяжело, задыхаться начинаешь. Когда пешком гуляешь, все-таки высота ощущается. Когда мы ехали сюда, я предполагал, что сюда поднимали людей хоронить. Я не думал, что они здесь жили. Но увидев местность, скорее всего, это было некое подобие жаляу. Летнее место проживания. Тех тингриан, тех намадов. Очень удивительно ощутить в конце июня, когда в городе плюс 35, подняться на эту высоту и увидеть снег. Действительно, с ростом высоты начинает мельчать растительность, а вместе с ней и вся живность. Утопающие в зелени ущелья сменились гигантским плато без единого деревца. Странное, умиротворяющее чувство охватило всю нашу команду. Тишина, царящая здесь, поначалу сводит с ума. В повседневной жизни мы редко слышим стук своего сердца. Среди облаков, скребущих эти вершины, на огромной территории разбросаны каменные изваяния. Древние истуканы или балбалы. Тюркские племена кочевников по непонятным причинам выбрали это место для захоронений. Да, эти каменные человечки в большинстве своем являются над грубными камнями, над могилами. Взгляните в эти лица. Эти люди жили на земле сотни и сотни лет назад. С пятого по девятый век нашей эры гранитные скалы, которые явно были привезены сюда из далеких каменоломинок, искусно обработаны древними мастерами, без каких-либо знакомых нам сегодня инструментов. Доподлинно неизвестно, как намады научились этому ремеслу и создавали ли они эти памятники, глядя на лица умерших или по памяти. Но в том, что основные черты человека были переданы, можно не сомневаться, ведь ни одного похожего один на другой балбал мы так и не увидели. Кем были похоронены здесь люди? Мы привыкли видеть на могилах даты и имена, но здесь нет ничего подобного. Единственное, что кроме внешности мы можем узнать о тех, кто здесь покоится, так это их род деятельности. Вот здесь очень хорошо четко видны изображения лица, нос, глаза, брови, губы есть, округлость самого лица и головы, и туловище. Вот тут плечи и руки, которые сходятся внизу на уровне пупка, и руки держат кубок, кубок с жидкостью, с водой, судя по всему. Кроме сосуда с водой, находящегося на уровне пупка, что означает «жер-су, земля-вода», мы можем увидеть в руках человечков птиц, письмена, оружие и музыкальные инструменты. Возможно, имя человека было не таким уж важным, ведь его не дает природа. Лишь внешность и талант как бы являются даром свыше. Западная культура, которая считает кочевников варварами, глубоко заблуждается. Та гармония, в которой люди жили здесь с природой, с религией, с собой, в западной культуре нет этой гармонии. Тюрки поклонялись, два основных божества были, это бог неба, тенгри и умай, то есть покровительница, мать умай, покровительница земли, домашнего очага, материнства. И у представлений древних тюрков о жизни человек рождался из земли, жизнь его, это жер, земля, жизнь его проходила как вода, су, и обратно уходила в землю. То есть как круговорот в природе шел. До сих пор, допустим, сейчас казахи ставят на могилы, ставят камни его тоже. Я задумался о времени. То есть эти балбалы, со слов ученых, датируются 5-9 веком. Сегодня на дворе 21 век. Они стоят тут, как будто их вчера поставили. Вы никогда сюда не доберетесь самостоятельно. У большинства зрителей практически нет шансов здесь побывать. А люди древности умудрялись подниматься сюда постоянно. Правда, только на очень короткий срок. Высота снежного покрова, возможность схода лавин и страшные морозы исключают нахождение людей здесь зимой. Никакой возможности выжить в этих местах нет. Много разных проектов в Казахстане именно вот такие места превратить в туристические какие-то зоны. Так вот я против, чтобы в такие места проводились какие-то инфраструктуры, асфальты. Пусть оно остается таким диким, как сейчас, возможно, это сохранило бы их. Я думаю, что сюда, по крайней мере, как в Акартас, дорогу не проведут. И оно, благодаря этому, то, что оно так тяжело досягаемо, останется в этом же виде. Степная демократия царила на этой пустоши. Она даже не позволяла передавать власть по наследству. Вождя выбирали на Совете Аксакалов, Общий Курултай, где на Белой Кашме поднимали самого уважаемого, самого мудрого и самого активного члена степного общества. Да, эта демократия давала очень большие возможности и женщинам, потому что степь – это дух свободы. Кочевники обладали этим, и с их стороны всегда было большое уважение к женщине. Потому что это мать, это семья, это очаг и тепло. Это было настолько важно, что древние даже обожествили женщину в виде богини Умай, которая была символом материнства. Мне все время было интересно статус женщины у казахов. Он сильно отличается от остальных восточных народов. От узбеков, от киргизов сильно отличается. И оказывается, это не случайно. Ответ кроется здесь, на сандыке. Здесь половина женских статуй, половина мужских. Большую роль в жизни кочевников играла женщина. Христианство и ислам в некотором смысле как-то принизили роль женщины, умолили ее в каких-то правах где-то. У кочевников не так было. Я не думаю, что на тот момент был матриархат, но я согласен с мнением, что все-таки на тот период было какое-то равное и уважительное отношение к женщине. Изначально, наверное, это правильно. Я, например, за равноправие. Таких примеров много. Вот у нас в Таразе, допустим, есть памятник Аль-Жабиби, Баба-Жахатун. Это тоже женщины. Им тоже ставили памятники. Да, это тоже как бы женщины имеют большую роль в жизни, допустим, намадов. В древности они всегда играли. Вот эта женщина всегда спутница, там подсказывает, помогает, там рядом поддерживает. Вместо молитв к персонализированным богам тюрки обращались за помощью к своим предкам. Именно предки были для них источником энергии души. Считалось, что человек после смерти находится как бы в параллельном мире, продолжая свою деятельность в том месте, где он жил, работал и творил. Где-то на подсознательном уровне люди до сих пор чувствуют, что это как будто так и есть. Возможно, сотни лет уникального симбиоза человека и природы все-таки какими-то отголосками отзываются в сердцах потомков древних намадов. Оль-Ризаба-Майт, Рыбай-Майт. Это в переводе, вот как бы смысл есть перевести. Если предки недовольны, ныне живущие, им ничего не светит. Поэтому старались всегда своих предков, уважаемых людей хранить повыше, на возвышенности. Если не уважаешь предков, то у народа нет будущего. Я думаю, что мы больше и больше отрываемся от своих корней, от тех отношений человека и природы, что было изначально заложено во всех людях в современном мире. И если охотник, то он, к сожалению, не добывает только лишь пищу. Он набивает столько, сколько сможет набить. Ну, как-то так. Ну, все это печально. Удивительное отношение кочевников к природе, то единение с ней, поклонение небу, земле и воде, то есть тому, что действительно кормит человека, это просто поражает воображение. Эти люди жили в гармонии с природой, не нарушали ее ритм и уважительно относились ко всему живому и неживому, оставив после себя лишь произведения искусства в виде каменных стел, которые описывают их такими, какими их создала природа. Нам как бы сложно их понять, потому что мы живем в другую эпоху, мы живем в другую эпоху, у нас другое отношение жизни, у нас другая философия, в этом отношении нам сложно их понять. Может быть, мы даже не догадываемся, допустим, даже близко, может быть, мы не подходим к тому, что это было на самом деле, с какой целью, с какими мыслями эти люди ставили. Для нас религия в некотором смысле сейчас, для большинства, это какая-то интересная теория. Мы празднуем какие-то религиозные праздники, какие-то обряды совершаем. Для этих людей это было не так, это была практика настоящая. По отношению, допустим, к земле, к нашей природе, то есть нельзя по поступкам человека сказать, что сейчас мы такие умные и правильные, что мы делаем. Что сейчас делают люди кругом? Отравляют на экологию, в среду, везде мусор. Без прошлого нет будущего. Надо почитать своих предков, а не наши родители. Благодаря им мы сейчас живем на этой земле, воевали за эту землю. Их обязательно надо почитать. Не боялись смерти. Почему? Потому что после смерти, возможно, даже больше почести было, чем при жизни. А сейчас, наоборот, чего ты добился в жизни, а после твоей смерти просто тебя забывают. Конечно, хотелось бы что-нибудь сделать такое, чтобы о тебе помнили, чтобы о тебе говорили, чтобы восхваляли твои поступки, подвиги твои. Я когда ехал сюда, у меня были свои какие-то внутренние конфликты, может, внутри меня, психологически. Я как бы не совсем хорошо себя чувствовал там. Побывав здесь сутки, я буквально кардинально поменялся. Я думаю, что это вот благодаря вот этому месту у меня такое ощущение. Когда оказываешься здесь, чувствуешь сильную энергетику этого места. Просто посмотришь, и оно оказывается близко к небесам находиться. Сандыктас навсегда изменил нас. Мы уже никогда не станем прежними, и только с новым рвением будем рассказывать вам о сакральных местах, к которым нужно относиться очень бережно. Не забудьте посмотреть нашу прошлую экспедицию на Акртас. Подписаться на канал, чтобы увидеть следующую. Всегда ваши Азиаленд Экспедишн, FTC Equity и ОК Филмс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова